Сено, двойное питание и короткие прогулки. В морозы жизнь меняется и у собак в приюте. Целый день на очень свежем воздухе в вольерах – это то еще испытание для хвостатых. Как волонтеры спасают своих подопечных, расскажет Елена Шарыгина. Холод собачий, по-другому и не скажешь. И ней на морде пар изо рта. У парабоса дополнительной шубы нет, и валенок тоже. Приходится греться тем, что дала природа. Зимой, говорят волонтеры, собакам нужны особые условия. Перед началом сезона будки и вольеры утепляют. Но в морозы, как сейчас, этого недостаточно. Одеяло и матрасы при минус 20 бесполезны, рассказывает волонтер Анастасия Бобровникова. Они намокают, а потом замерзают. Толку никакого. Другое дело – стена. Фраза «собака на сене» появилась неспроста. Сухая трава – главное спасение для четвероногих. Три раза в неделю мы гуляем с собаками. Приезжают люди, волонтеры, незнакомые люди, кто хочет именно помочь физически. И выгуливаем собак. Да, немножко в морозы все-таки время выгула сокращаем. Может, и мерзнут лапы, кашляют, чихают вон след. Постояльцев согрели и выгулили. А что с питанием? Энергию-то надо как-то восполнять. В период холодов тузиков кормят в два раза больше и чаще. И обязательно горячее питание с мясом. Без него собаки даже на сене долго не протянут. В приюте в Осенцах 100 собак. Все они когда-то были бродячими. Сейчас они сыты, согреты и обласканы. Но когда-то проходили это испытание. Найти еду и ночлег на улице. Спят барбосы в заброшенных домах, под гаражами. В любом месте, где не дует ветер. Кстати, сон для животных спасение. Так они экономят жизненную энергию. Поэтому при виде спящей собаки на улице зимой не будите. Ей тепло. Лучше оставьте что-нибудь поесть. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.